Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Любовь Клюкина, и мы приветствуем вас на передаче «Якутск.Сегодня» на радио ТЭТИМ и на НВК САХА. Скорее всего, наши постоянные радиослушатели, телезрители, если видят меня или слышат меня, привыкли к тому, что тема будет про инклюзию, про ребятишек с инвалидностью. На самом деле, сегодня не исключение. Мы сегодня поговорим про проект благотворительного фонда Харрисхал, который называется «В первый раз в инклюзивный класс». Ну и поговорим мы с автором проекта, с координатором, которая родила этот проект и ведет его на протяжении уже нескольких месяцев, с Елизаветой Зарубиной. Елизавета является клиническим психологом, является руководителем проекта фонда Харрисхал, ну и, в принципе, очень уже давно работает в системе образования. Елизавета, здравствуйте вам. Добрый день. Первый вопрос, сразу же, скорее всего, который возникает у всех наших слушателей, у телезрителей, о том, когда мы говорим про инклюзию. Причем тут инклюзия в образовании, у нас же есть очень понятная структура образовательных организаций, учреждений, есть общеобразовательные, есть коррекционные. И вот где там инклюзия, и вообще почему родился этот проект, как появилась идея его создания? Пожалуйста. Мне кажется, мы стали немного заложниками того понимания образовательного процесса, как он может и должен идти. Вообще, в целом, инклюзия подразумевает, ну как бы, включение всех людей во все жизненные процессы, которые есть у среднестатистического человека, независимо от его физических или психических ограничений. Но когда, например, мы говорим про образование, почему-то это достаточно такая консервативная вообще история нашей жизни, и возникает логичный вопрос. Всю жизнь были коррекционные школы, и как бы, ну как-то мы вот так разделяли, потому что там работают люди с опытом, вам лучше туда пойти. И в какой-то момент был взят курс на интеграцию, на инклюзию, но у каждого из, так сказать, акторов этого процесса есть разный взгляд. И самое главное, что мы хотели бы сказать своим проектам, что несмотря на вот все наши противоречия, возможно, какие-то опасения, что этот процесс можно создавать, делать, и он подвластен нам всем сейчас. То есть независимо от, если у нас там чего-то не хватает, или как бы, а мы не знаем, как это делать, мы должны попробовать, и всё получится. А если простыми словами, в чём цель проекта? Для чего он создан? Ну, мы бы хотели в первую очередь завести, ну, это, я скажу так, но кажется, что дети с инвалидностью уже и сейчас учатся вообще в образовательной школах, да, как будто бы вы тут Америку нам не открыли, да. Вообще задача нашего проекта сделать вот те, как бы, образовательные моменты, которые есть сейчас, более стандартизированными, понятными, и, конечно же, вот достичь вот этой той самой инклюзии, к которой мы стремимся. То есть очень важно, чтобы дети с инвалидностью, даже если они учатся вообще в образовательной школе, чтобы они учились, ну, вот, со всеми. Со всеми. Чтобы это не был отдельный уголок, куда мы заводим этих детей, чтобы родители нормотипичных детей не боялись, не тыкали пальцем, ну, вот, как-то вот с этой позиции. А с точки зрения психологии, как к этому ребятишки относятся? Ну, вот я имею в виду, ребятишки нормотипичные, а что показывает практика других регионов, может быть? Вообще, какое отношение? Взрослые люди отмечают такую очень, ну, как его можно, наверное, назвать отложенный эффект. Что это такое? Мы, например, сейчас говорим, что наши дети растут в очень благополучной среде, мы не знаем, как привить им вот эту вот благодарность, желание как-то вот служить, да, и всё воспринимается как данность, как должное. И вот в поиске рецепта по решению этого вопроса, вот решением на этот вопрос стал ответ по пониманию того, что когда подросток, юноша, мальчик, девочка видят, что есть ребёнок, которому какие-то вот обычные моменты недоступны, у него немножечко сознание меняется, и он учится заботиться. Например, вот необходимо помочь там однокласснику переехать порог. Например? Да, и он понимает, что он каждый день переступает через порог, а как бы он, возможно, его даже не замечал, но вот такой вот барьер, казалось бы, ну, как бы недоступен, может быть. И в этот момент сознание переворачивается, мы достигаем вот этого вот эффекта того, что девочками, мальчиками, юношами, подростками жизнь переосмысляется, и вот этот вот эффект как бы без каких-то серьёзных усилий со стороны взрослых может достичь хорошего эффекта. Наши родители маленьких ребятишек рассказывают о том, что родители даже, дети даже не замечают каких-то особенностей своих сверстников, точно так же играют даже с детьми, которые являются безречевыми. Это правда? Ну, я абсолютно подтвержу этот вот тезис, да, потому что я, например, становилась не раз свидетелем, что чаще всего взрослые как бы реагируют как-то вот, а как-то вот, ну, немножечко с опаской, да, непонимание, как быть. А, например, ну, у детей всё проще. Когда мы были детьми, у нас тоже было проще, там, да, подошёл, познакомился, а вот у взрослых чуть-чуть иначе. Угу. Вот. Угу. А сейчас наши телезрители могут видеть на экране фотографии с очень разных моментов проекта. Здесь есть ребятишки и какие-то мероприятия происходят, да. Вообще, кто участник проекта, кто в нём принимает участие, можно ли ещё записаться? Вообще, какая механика вот у всего происходящего? Мы создали проект, направленный для ребят 6, 7, 8, 9 лет. Потому что, когда у ребёнка есть некоторые вопросы по составлению образовательного маршрута, он по возрасту может, ну, немножечко плюс-минус как бы добавлять несколько моментов. Вот. И получается, целенаправленно мы взяли вот эту аудиторию, ну, плюс мы изучили статистику по инвалидности у нас в республике, статистику в электронной базе нашего фонда, и мы поняли, что огромное число наших подопечных из числа детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями в этом году идут в школу. В среднем это где-то по республике, да, если мы в целом берём, где-то 700 детей, это очень много. Это очень много, да. У нас, к сожалению, есть тенденция на прирост детской инвалидности, и, допустим, через пару лет есть некоторое опасение, что это станет какой-то нормой, и нам необходимо подготовиться к этому уже сейчас. Подготовить педагогов, школы, будущих родителей. Специалистов, которые там работают. Ну, то есть как бы всех участников этого процесса. И как бы поскольку мы все знаем, что, ну, как бы я как родитель, например, хочу одного, а как специалист я вижу эту проблему немного по-другому. Как управление с по-третьему варианту какого-то развития событий. И наш фонд выступает в этой истории таким связующим звеном, который позволяет проговорить страхи, сомнения, волнительные вопросы, проблемы, которые мы можем помочь решить. Потому что, ну, это достаточно такая высококонфликтная история. Наверняка наши слушатели, зрители видели, ну, такие, знаете, статьи, где как-то вот рассказывают о тех сложностях, которые есть. Но, к сожалению, вот рассказать о проблеме не значит как-то способствовать ее решению. И вот мы как фонд предлагаем свою помощь, своих специалистов, какую-то свою вот возможность в решении вот этих проблем. И, получается, проект дает нам возможность как бы более детально, что ли, проработать эти проблемы и предложить какое-то решение. А сколько сейчас у участников в проекте уже зарегистрировалось? У нас плановый и фактический охват 100 детей. 100 детей – это те, которые дети прошли нашу комплексную диагностику, с которыми побеседовали, что-то им предложили. Кто-то принял решение остаться в детском саду, продолжить еще год. Кто-то пошел в этом году в школу, кто-то принял решение ну, как бы оставить тот образовательный маршрут, который был. То есть вот примерно… То, что они продумали, да-да-да. Так разделилось. И познакомились вообще в целом, что образование бывает очень разным. Да. Да, что виды бывают разные. Ребятишкам на ПМПК присваиваются определенные виды, да, и родители узнали, что это такое и с чем это едят, да, как говорится. Ну и кроме этого, участники еще педагоги. Сколько педагогов? Педагогов у нас… Мы бы хотели, чтобы их было 50, но уже сейчас мы понимаем, что их будет больше. Вообще, в целом, логика нашего проекта заключается в том, что мы в первой половине проекта работали с родителями, с детишками. Во второй части проекта, когда вот учебный год начался, мы будем работать со школами и со специалистами, которые там работают. У нас наблюдается некоторый кадровый голод. Нам необходимы специалисты, которые будут работать с нашими ребятами. Мы помогаем нашим школам в поиске таких специалистов, в повышении их квалификации. Также проект позволил нам собрать небольшие коробки с развивающими игрушками, которые мы передаем в школы, где работают наши педагоги и учатся наши ребятишки. Чтобы проводили занятия более эффективно, да, видимо? Да. И получается, одно из таких ярких событий, которое было, мы сделали летнюю смену по подготовке к школе. Мы планировали сделать лагерь, который почему-то никак не находил отражения в реальности. И опросив родителей, мы поняли, что нам нужно немного поменять формат и предложить репетицию такой школьной жизни. То есть поместить ребёнка в ту среду, где есть парта, стул и рюкзак, куда нужно приходить, нужно сидеть, слушать кого-то. Оставаться без родителя. Да, оставаться без родителя. И родителю самое важное нужно оставить своего ребёнка, суметь оставить. А была в этом проблема? Да, есть некоторые сложности. Но получается, когда только ты знаешь, как нужно находить подход к твоему ребёнку, ты боишься, что кто-то может не найти, и хочешь профилактировать, так сказать, эти проблемы. Были родители, которые не хотели уходить, вообще удивлялись, да, что, а что, можно уйти? Правда-правда, да? Да, кто-то прятался в коридоре, да, чтобы не видно было, чтобы не мешать. И получается, для наших специалистов мы прямо провели такую большую работу. Мы очень благодарим школы, которые поддерживают с нами контакт, откликнулись, вошли в наш проект. Мы пригласили специалистов этих школ принять участие в работе нашей площадки. То есть специалисты в августе, возможно, когда надо отдыхать, они как волонтёры. А, то есть безвозмездно, безоплатно, да? Как наши стажисты работали под руководством нашего руководителя площадки. То есть это были и аудиторные занятия, и мастер-классы педагоги проводили, да, канистерапия, психолог приходил. То есть была такая разнообразная программа, которая позволяла примерно понять, как ребёнок пойдёт в школу. И вот в августе уже было понимание того, вот мой ребёнок пойдёт или не пойдёт, и что мне нужно будет сделать. Для того, чтобы было более комфортно, да, что предусмотреть и так далее, и так далее. А какими ребятишки вообще, как они себя вели? Ну, было же несколько смен, скорее всего, да? Да, было три смены. Какие наблюдения у психологов, может быть, которые наблюдали параллельно за их поведением? Мы охватили 30 семей, и параллельно мы проводили мероприятия, в том числе для родителей. В последний день у нас был совместный такой, ну, как бы досуговый день, когда родители могли посмотреть на своих детей и вот как бы оценить, есть ли какие-то изменения или всё осталось как было, да? Вот. Получается, самое главное, что стало понятно, что всё-таки к школе нужно готовиться, то есть новый жизненный этап, которому необходимо вот подготавливаться. То есть просто привести как нормотипичного, даже и нормотипичным ребятишкам нужно готовиться, то есть это суперсложно. Да. Ну и как бы вот эта вот наша история, она подсветила какие-то системные проблемы, когда родители в один голос сказали, что нам такая смена нужна ежегодно. То есть как бы я вот представляю, что следующие там первоклассники пойдут, да им тоже это надо пройти, потому что, допустим, если вот у вас первый ребёнок, и вы вообще не понимаете, что такое школа, как бы, да, это тем более такой как бы волнительный процесс. Ну и также наша работа выявила чёткую потребность в специалистах, которых у нас сейчас нет. А что это за специалисты, что это за люди? Может быть, прямо сейчас можно было бы озвучить, куда им нужно обратиться, если нас слушают, смотрят? Вдруг кто-то ищет работу сейчас? Ну, в первую очередь, это, конечно же, учителя ресурсных классов. Они чем-то похожи на учителей начальных классов, но они работают в малокомплетных классах, где есть дети с инвалидностью, и тьютеры нам нужны. То есть тьютер – это непосредственно высококлассный профессионал, который помогает ребёнку в освоении вот индивидуального образовательного плана. Также нам необходим специалист по альтернативной коммуникации, ЭБИ-терапевты, эрготерапевты, нейропсихологи. То есть вот если бы эти специалисты, ну, даже базовые специалисты в школах, которые вот общевразовательные, если бы там были дефектолог, логопед, психолог, то это бы позволило как бы… И у этих специалистов был бы апгрейд по работе с нашими детьми. Потому что… Ну, потому что иногда… Есть своя специфика. Да. И это такое, знаете, вот такое застывшее удивление на лице специалиста, что ребёнок может не разговаривать. Либо он может, например, вообще не идти на контакт. Или он вокализирует. Да, или он орёт. Или зерётся. Да, или просто не слышит. Или, например… Ну, то есть это для тех специалистов, у которых нет специального дефектологического образования, но при этом они могут, например, участвовать в жизни этого класса. Да. Вот. Ну и очень важно, чтобы школы, в которые пойдут наши дети, чуть более заранее как бы проводили работу в направлении поиска квалифицированных кадров. Потому что сейчас у нас есть серьёзный дефицит, который, к сожалению, вот, ну, невозможно покрыть здесь сейчас. И получается непонятно, как учиться нашим детям. И вот эту функцию тьютера-специалиста чаще всего выполняет родитель. А инклюзия предполагает в том числе и ту историю, когда родитель у нас чуть-чуть освобождается. То есть мы вот хотим достигнуть такого социального эффекта, когда родитель может позволить себе какую-то автономную жизнь. Вот это особенное родительство. Отдельно от ребёнка пойти работать. Хотя бы на полдня. Хотя бы на полдня заниматься чем-то ещё, кроме, да? Да. А сейчас родители выполняют, ну, по сути, такую роль тьютеров-надзирателей, да, сидеть рядом. Бесплатных при этом, да, помогают. А родитель может стать тьютером? Родитель может стать тьютером. Да, странный тьютер. Замены ему нет, да, я так правильно понимаю. Иногда думают, что тьютер – это вот как мама, которая будет ходить в туалет, будет кормить ложечки, будет провожать. Нет, это ассистент. Ну вот, ну, думают-то, что так. А на самом деле вот в этом, даже вот в этой истории, да, есть у нас тьютер-ассистент. Как бы, да, это разные люди, у них разный уровень образования. И когда у нас родитель выполняет и роль тьютера, и роль ассистента, это вот создаёт немножечко такой конфликтный прецедент. Потому что если я особо, ну, как бы вот не обучился вот пониманию вот этого процесса, то я все вот эти роли в себе мешаю. И как бы всё-таки… Как-то вот ещё. И, например, родитель может быть тьютером, но должна быть вот как бы смена. Условно говоря, вы можете быть тьютером, но у другого ребёнка, не у своего. Обучиться на тьютера возможно, да? Для этого нужно иметь какое-то начальное педагогическое образование, да? Желательно, да. Потому что всё-таки вот когда мы говорим про повышение квалификации или профессиональную переподготовку, то тут важно понять, что какое бы образование у вас не было, вам всё равно придётся заниматься таким серьёзным самообразованием. Потому что вот эти инклюзивные педагогические практики, они зачастую приходят к нам, ну, как бы из других стран. И для этого необходимо читать литературу, которая переведена на русский язык, и чтобы вот изучать какие-то практики, которые… А она такая специализированная, тяжёлая, скорее всего, да? Да, и нужно понимать, о чём речь там. Ну, то есть в идеале, да, родителям будущих первоклассников, будущего периода, я имею в виду, проект же, скорее всего, будет продолжаться. Уже сейчас стоит задуматься о… Ну, это наш идеальный вариант. Ну, как правило, знаете, к семи годам, если мы вот, ну, как-то внутрисемейно не проработали вот этот вопрос, да, у нас есть некоторые заносы, так сказать. Что это такое? Например, когда я возлагаю надежды на школу, что вот она реабилитирует моего ребёнка вот до состояния нормы. То есть он ничего не посещал, есть определённые сложности. Да, но вот он… А сейчас я приведу. Он сядет за парту, научится читать, писать, и всё будет хорошо. Мы заживём, как могло бы быть. Есть, да, такое внимание. Мы уходим на перерыв, вернёмся после него и продолжим обсуждение. Возвращаемся к передаче «Якутс сегодня». Я благодарю тех, кто с нами остался, переждал этот перерыв. И приветствую тех, кто к нам только присоединился. Мы обсуждаем сегодня проект благотворительного фонда ХРСХАЛ под названием «В первый раз инклюзивный класс». Нужно отметить, что незримой поддержкой в проведении этого эфира являются наши режиссёры Михаил Эверстов и Ольга Степанова. Благодарим вас за вашу работу. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 320066 и 3211666, задавать свои вопросы, давать предложения. Ну а гость эфира Елизавета Зарубина 100% на них сможет ответить, прокомментировать и сказать какое-то своё особое мнение. До перерыва мы приступили к обсуждению такой сложной подтемы о том, какие сложности есть сейчас в реализации этого проекта, с чем столкнулись родители, педагоги. Предлагаю эту тему продолжить. Хорошо. Родители поняли, что оказывается нужно было готовиться. И вот сейчас можно дать такой небольшой зарок тем родителям, которые сейчас воспитывают ребятишек, которые только готовятся к получению общего образования. Как можно подготовиться? Что для этого нужно сделать? Мне кажется, очень важно, ну, в первую очередь, подготовить самого себя, потому что иногда бывает так, что, ну, вот знаете, нам всем присуща какая-то крайность в решении этого вопроса. Например, я хочу так сильно подготовить своего ребёнка, что я буду контролировать всё и всех. А иногда бывает так, что, ну, это же школа, школа должна учить, как бы вот я ребёнка туда отведу, а вы вот с ним делайте что хотите. И поэтому очень важно для того, чтобы был конструктивный диалог между, допустим, вот учителем, директором школы, управлением образованием, нужно понимать, как работает эта система, система нашего образования. Вот. Необходимо знать, что такое ПМПК, психолого-медико-педагогическая комиссия, зачем вы её проходите. Это обязательный этап для тех, кто воспитывает детей с инвалидностью. Да, то есть, как бы, то есть это не просто бумага, которую нужно предоставить в медико-социальную экспертизу, но и это специалисты, которые наделены полномочиями. И хорошей квалификацией, с хорошим опытом. И хорошей квалификацией, да, через которых проходит множество детей с особенностями, которые рекомендуют программу, по которой мог бы обучаться ребёнок. При этом важно отметить, что каких-то отдельных учебников нет, но, вот, допустим, рекомендации по МПК помогают эту программу адаптировать для освоения её ребёнка. Понятно. Вот. И для того, чтобы, как бы, понимать, что вообще происходит, мы, например, в рамках проекта проводили информационные встречи вот со специалистами. То есть у нас, допустим, первый эфир был большой, это даже такая очная встреча в точке кипения с председателем комиссии номер 2, психолого-медико-педагогической комиссии, который находится в Гурде-Якутске, скоро Ирина Викторовна. Плюс наша встреча заключается в том, что мы всегда их записываем, выкладываем на YouTube-канал Харсхала нашего фонда. Можно в поисковике найти в YouTube, да? Да. Мы нажимаем YouTube, набираем в поисковой строке фонд Харсхал, и там наши эфиры сразу выйдут. Также у нас был эфир с директорами коррекционных школ и с управлением образованием. На этом эфире я была. Вот на прошлом нет, на этом была. Это было очень информативно. Стало понятно, кого школы принимают, как они это делают. Даже свои интерьеры школы показывали в прямом эфире. Да, ну и это так тоже немножечко дестигматизирует коррекционные школы, в том плане, что вот если я ребёнка отдам в коррекционную школу, как бы всё крест условно. Нет, это абсолютно не так. Важно подбирать программу и учебное заведение под возможности и особенности конкретного ребёнка. А вот такого как бы универсального совета, куда вот, ну как бы его быть не может. Также у нас при поддержке Всероссийской организации родителей детей с инвалидностью, в Орди, с представителем вот в республике. Мы проводили встречи с прокуратурой, где родители создавали свои волнующие вопросы по реализации вот образовательных своих каких-то прав. Вот. Регулярно проводим встречи со специалистами, которые сопровождают образовательные процессы. Например, весной командой комплексной диагностики мы провели большой вебинар по подготовке ребёнка. То есть по-хорошему подготовка должна начаться весной. Он также на Ютубе размещен. И вот последние фирмы проводились с психологом и нейропсихологом. Это, знаете, вот как бы успеть в последний вагон. Мы его в конце августа провели. Там конкретно мы напомнили про какие-то шаги и моменты, с которыми может столкнуться ребёнок, и как родителю оперативно реагировать. Поэтому приглашаем к просмотру. Кроме этого, уже прямо сейчас стоит заходить на сайт фонда Хрисхал. Там есть и про проект. И записываться для проведения комплексной диагностики ребёнка. Возможно, вам необходимо посетить нейропсихолога или нашего психолога, который помогает в рамках ранней помощи ребятишкам до 6 лет. И получить советы, рекомендации, как можно скорректировать. То есть мне кажется, что стоит готовиться уже, наверное, примерно сейчас. Всё-таки не весной. Или я не права? Ну, это настолько болезненный момент. Вот я, например, как мама будущего первоклассника, меня сейчас спрашивают, а вы уже знаете, в какую школу пойдёт ваш ребёнок? И я честно признаюсь, что эта тема сложная. Она доставляет мне дискомфорт. И пока я предпочитаю её чуть-чуть отложить. Но это такая не совсем хорошая стратегия. Потом очень важно всё-таки занимать эту взрослую позицию, как бы ни было сложно, пытаться разбираться. Ну и подготовка к школе – это дело не только мамы, но и всей семьи, скорее всего. Это окружение, чтобы все понимали, что вот такой новый, сложный, серьёзный этап в жизни грядёт, и к нему нужно подготовиться. Ну вот сейчас, например, у нас такая сложность, которую хотелось бы отметить. Первоклассники учатся ограниченное количество времени, уходят на дистант. И, например, если раньше мама могла определить ребёнка в детский сад, и у неё был целый рабочий день, как бы свободен, она могла работать, то школа вообще не позволяет родителям нашей категории детей как-то себя ощущать чуть более свободно, потому что, во-первых, уроки по 30-40 минут, их немного. И вот родители говорят, представляете, вот в 8-30 урок начинается, в 11 мне уже надо его забрать. И всё. Да, и получается вопрос, куда определить ребёнка с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья, в какую продлёнку, кто за ним может посмотреть, это достаточно такой острый вопрос. Который пока так же не решён. Да, это один из вызовов, с которым мы столкнулись. Хотя в коррекционных школах, в принципе, вот это послеобеденное время, оно более-менее там есть некоторые занятия, задания, кружки и так далее. Да-да-да. Без чего или без кого, без чьей помощи был бы вообще проект невозможен? Ну, в первую очередь, мы благодарны фонду президентских грантов, потому что я написала проект, когда работала чуть больше месяца в фонде, и мне казалось, что это должно выглядеть вот так. Спустя какое-то время я познакомилась непосредственно с людьми, которые реализуют вот эту историю. Я поняла, что можно было бы сделать по-другому, потому что это такая достаточно объёмная история, когда разные специалисты на разных уровнях взаимодействуют для того, чтобы просто наш ребёнок ходил в школу. То есть, например, в первую очередь, это Министерство образования, Управление образования, директор школы, учитель, непосредственно родители, вот класс как бы, да, внутри родителей. И огромная благодарность нашим коллегам, потому что иногда может выглядеть со стороны так, что мы почему-то хотим немножечко уточнить, что не так, ну, как бы на чужой территории, назовём это так. Да-да-да. Возможно, какое-то ревностное отношение, что вы лезете в нашу работу. Да-да. И кажется, что когда эти люди пришли, они хотят сказать, что там мы плохо работаем. Нет, мы абсолютно не хотим этого сказать, просто проблема заключается в том, что нашим родителям нужна помощь и поддержка. Её очень сложно найти с учётом специфики, да, и поэтому очень важно, чтобы это взаимодействие было продуктивным. И, например, вот родители в этом году отмечали контактность органов исполнительной власти, назовём это так, да, в решениях их индивидуальных вопросов. И это такой хороший плюс, который как бы позволил профилактировать проблемы. По сути, управление образованием, руководители образовательных организаций, они же пошли навстречу, открыли эти классы. В городе Якутске сколько классов ресурсных открылось? По-моему, если мне, я не ошибаюсь, около семи. То есть в разных школах, в разных? Да, это вообще большой прорыв, и нужно иметь смелость, чтобы принять такое управленческое решение, потому что фактически мы вот открыли новые двери. Мы не знаем, что будет за ними, не совсем понятно, как нам обезопасить наших специалистов, как их научить, что сказать родителям, потому что родители-то понимают, как должно быть, но чтобы это было вот здесь и сейчас, нужно время и ресурсы, а самое главное – специалисты. И самое главное – специалисты. Тут мне хочется почему-то прямо сейчас обратиться к родителям других ребятишек и попросить некоторой такой терпимости понимания. Если, например, класс вашего ребёнка находится вместе, рядышком с ресурсным классом, и, может быть, и комфортно, громко, я не знаю, да, но случаи на самом деле бывают очень разные, вот, тут нужно проявить немножечко терпение, потому что всем сейчас в этом ресурсном классе очень сложно. Сейчас, скорее всего, какой период они проходят? Какое-то знакомство при тирке, да, ещё сегодня только 21 сентября? Ну, вот это вот очарование новым жизненным этапом прошло, уже даже, наверное, наступило разочарование, и какое-то должно сейчас быть смирение в понимании того, что вот эта вот рутина, она у нас вот на 10 лет. Что мы будем вместе, да? Бывают случаи, когда с ресурсных классов ребятишки переходят в классы общие, общеобразовательные, то есть вообще такая... Вообще к этому же, в принципе, всё это направлено, правильно я понимаю? Да, как бы вот этот маршрут, он может быть в две стороны. Например, иногда родители говорят, что я принял решение отдать своего ребёнка в коррекционную школу, потому что ему вообще образовательное очень сложно, а здесь вот он нашёл и специалистов, и себя, и как бы вот этот темп, ритм ему подходит. Да-да-да. Иногда бывает так, что коррекция реабилитации достигает какого-то суперклассного уровня, и ребёнок может осваивать вот образовательную программу вместе с своими сверстниками. То есть такие случаи тоже бывают. У проекта есть какая-то методическая серьёзная поддержка или он существует сам по себе? На самом деле, поскольку мы такие, ну, как бы новые люди в вопросе образования, да, у нас команда в фонде обновилась, мы пришли с каким-то своим индивидуальным взглядом, и мы понимаем, что нам, возможно, может не хватать какой-то вот понимания, да, процессов, как это должно быть. И вот в рамках нашего грантового проекта мы приняли решение заложить разработку образовательного курса для того, чтобы на данном этапе здесь и сейчас поддержать специалистов, которые уже работают с нашими ребятами. И мы подготовили программу курса повышения квалификации, куда впихнули, так сказать, всё, что только можно было. То есть очень широкий курс получился. Да, да. Очень долго спорили, решали, что оставить, что убрать, потому что хочется охватить абсолютно всё, хочется и про все нозологии сказать. Кто-то критиковал нашу программу, то есть мы прям брали такое экспертное мнение у нескольких достаточно серьёзных... В том числе за пределами республики, да? Да. Для того, чтобы то качество, которое мы пообещали и нашему гарантодателю, и нашим благополучателям, чтобы мы его достигли. А кто может обучиться на этих курсах и когда они стартуют? Поскольку у фонда есть образовательная лицензия, которая позволяет нам проводить курсы повышения квалификации, мы можем обучать и специалистов, и родителей на базе либо среднего образования, либо высшего образования. Было бы хорошо, если бы активно откликнулись специалисты непосредственно с педагогическим образованием, но родителям необходимо быть в курсе, поэтому мы как бы не делаем разделение. Мы готовы принять и родителей, и специалистов. Только важная пометка. Родители, которые пройдут наши курсы, не должны учить своего учителя, как должно быть. Но это такая сложная пометка, потому что не учить, это прям... Лучше пригласить специалиста обучиться. Да, да, да. Ну да, порекомендовать своим учителям, может, даже будущим педагогам в районах в том числе, да, как на курс записаться, можно ли это ещё сделать, и кто спикеры вообще, кто преподает, можно ли несколько там человек хотя бы назвать. Я так понимаю, что это и за пределов республики, и в Якутии очень разные люди, да? Да, у нас был такой... Как бы мы пока программу курса не опубликовываем, для того, чтобы это было некоторой такой... Тайной. Тайной, да. Вот. Но сегодня были к нам вот в колл-центре звонки, которые спрашивали про то, кто будут спикеры. Мы постарались в разработку курса и вот в чтении лекций привлечь специалистов, которые являются практиками в первую очередь. То есть это, например, специалисты, которые либо работают в сфере образования, либо у них есть какая-то своя хорошая частная практика, свои центры. Возможно, кто-то из сферы НКО, как бы, да? У нас вот хорошее родительское сообщество, родители-профессионалы. Да-да-да. Такие, да? Вот. У нас на сайте добросаха.ру есть прям огромный баннер в первый раз в инклюзивный класс, кликнув на который, вы перейдёте на страничку нашего проекта. И там сразу есть кнопка записи на курс. Вообще у нас случился какой-то очень живой, интересный отклик. Мы на сегодняшний момент получили 170 заявок при допустимой квоте в 30 участников. Несколько превысили, да. Да, мы сейчас принимаем решение, как лучше нам организовать этот процесс, чтобы уделить внимание всем и каждому. Ну, из спикеров, например, могу перечислить, ну, допустим, если вы в этой сфере работаете, вы знаете, про кого я скажу. Да-да-да. Например, у нас приезжала Елизавета Кириллова, она же спикерс Челябинска, которая работает по модели ресурсных классов, и она вот имеет хороший результат. И внедряет эту модель в регионы. Да, у себя и в других. Элеонора Щука, у неё, она руководитель и создатель Центра поведенческой коррекции «Ребус», который вот реализует работу с детишками в рамках поведенческой терапии. Да, вот Центра, в который все хотят попасть, если я правильно понимаю. Да-да. Также, например, мы привлекли специалистов Института психологии СОФУ по работе с родителями в рамках призывательного процесса. Также наш психолог фонда записала некоторые материалы. Мы стараемся поддерживать вот этот вот, ну, как бы баланс в понимании того, кого бы мы хотели видеть. У нас есть родители наши, которые приняли решение, приняли участие в записи курса, как профессионалы, не как родители. Потому что они уже получили профильное образование, сделали несколько проектов и уже могут... И на практике могут быть. Приоткрыли мы завесу тайны, да, несколько. А формат курса какой он? То есть это нужно приходить куда-то учиться или... Мы хотели, конечно же, провести всё в очном формате, но когда мы увидели, что количество заявок перевалило за 100, мы поняли, что всё-таки по большей части это будет процентов где-то 70 дистанционный формат. Но у нас есть разные инструменты обучения. То есть, например, у нас есть платформа, на которой будет каждому слушателю открыт личный кабинет, где будут размещены видео, текстовые материалы. А, ну это удобно. К этому можно будет потом вернуться. Да, вы можете к этому потом вернуться, доступ у вас будет навсегда. Но для того, чтобы была активная обратная связь, будут семинары и различные занятия. Супер. И очень кратко мы уже близимся к завершению. Что будет дальше? Какое будет продолжение? Планируется ли? И может быть какое-то короткое пожелание? Ну, я хочу пожелать всем нам успехов, терпения. И самое главное, чтобы мы все всегда были на связи. Присоединяюсь к пожеланиям Елизаветы. Давайте будем готовиться к новым этапам жизни наших детей. И будем максимально оставаться в диалоге с педагогами, между собой. Ну и побольше целовать и обнимать своих детей. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok